Всем привет, добро пожаловать на канал. Сегодня в данном видео я буду устанавливать Windows 11, не на обычном привычном месте, а это будет происходить на природе. Ну естественно я буду играть в игры, причем это будет не ноутбук, который можно взять с собой куда угодно, это будет обычный стационарный настольный компьютер. Что из этого выйдет сейчас узнаем, поехали. Что нам для этого понадобится? Мы возьмем с собой монитор, мой второй ПК, клавиатуру, мышь, даже динамики. Ну и конечно еще придется взять стол и скорее всего табурет. Причем это SR-ский стол и на удивление он легко разбирается, то есть всего лишь нужно тут выкрутить специальные крепления. Далее нам понадобится автомобиль, сначала мне казалось, что я быстро все это перекидаю, но пришлось подниматься раз наверное 8, чтобы все перетащить. Итак, значит я все собрал, вот у нас компьютер. Получается не зря сохранил упаковку из-под нового корпуса, он туда успешно поместился. Ну и самое главное, а каким же чудесным образом мы включим компьютер в лесу, если у нас нету там электричества. Вот в этом случае нам поможет портативная электростанция. Максимальная мощность 700 Вт, емкость батареи 180 000 мАч, две розетки 220 Вольт, а также разъемы USB и USB Type-C для быстрой зарядки ноутбуков и смартфонов. Причем использовать все это можно одновременно. У меня выходил обзор данной электростанции, если интересно, можете посмотреть. Ссылка на обзор и ссылка на саму станцию будет в описании. Ну и далее мы отправимся за 250 километров на природу. Для передвижения буду использовать транспортное средство Hyundai Solaris. Тачка почти новая, поэтому полет был отличный. Поездка заняла где-то 2,5 часа и вот мы на месте. Скажу честно, я побоялся идти в лес, ну потому что там клещи. И что-то не очень хочется, чтобы он меня кусал. Поэтому было выбрано вот это место. Я думаю, оно точно так же идеально подходит для съемки данного видео. Здесь у нас есть все необходимое. Лес, пруд, даже песок. Но появилась одна проблема. Дело в том, что за последние 2 месяца в моем регионе практически не было дождя. Прогноз погоды показывал, что его не будет. Но по каким-то неведомым причинам он решил полить именно в тот момент, когда я приехал на место. Вот как вы можете видеть, он поливает, да. Но думаю, ничего страшного, можно переждать. Однако, как вы можете заметить, вот сейчас под этой тучей идет дождь прямо на пруду. А дальше идет еще одна туча и за ней еще одна. И все они идут в направлении пруда. Вот видно дальнюю тучу, там поливает по полной программе. В итоге я жду 2 часа в надежде, что погода станет более-менее. И мне везет, как вы можете видеть, тучи у нас немного рассосались. А это значит, что можно начать снимать видео. Так, у нас все готово. У нас штатив, компьютер. Сейчас будем собирать стол, монитор, динамики, портативная станция. И будем устанавливать Windows на природе. Так, ну я почти все собрал. Как вы можете видеть, места у нас не хватает. Стол слишком маленький, поэтому станцию поставим на скамейку. Кстати, табурет не понадобился, потому что там уже на берегу пруда стояла вот эта скамейка. Так, ну у нас почти все готово. Вот идут люди, я думаю, они понятия не имеют, что здесь происходит. Так, ну я вроде все подключил. Про кабель менеджмент можно забыть. Здесь у нас подключена флешка с виндой, динамики. Сейчас будем включать. Единственное, что нам стоит бояться, это то, что внезапно может пойти дождь. И буквально одна капля. Одна капля, если попадет в компьютер, на материнскую плату, что-то загородит, то какой-то элемент на ней может выйти из строя. Поэтому при малейшем намеке на дождь нужно будет быстро сворачиваться. Надеюсь, этого не произойдет. Итак, а теперь подключаем все к электростанции. И смотрите, у нас получается есть три устройства. Это монитор, компьютер и динамики. Ну, получается в сумме три. А розеток у нас в электростанции две. Что же делать? Ничего страшного, не сильно мощные приборы можно подключить через сетевой фильтр. Например, вот этот тройник. Ну, а теперь включаем электростанцию. Для этого нужно удержать кнопку включения. И далее нажать кнопку AC, что значит переменный ток. Ну, и согласно инструкции, устройство нужно включать поэтапно. То есть не нужно все включать одновременно. Иначе электростанция может уйти в защиту. Поэтому мы включаем все поэтапно. Сначала компьютер, монитор, а потом динамики. Можно слышать, что зажужжали колонки. А, но оно неудивительно, ведь там громкость была выключена на максимум почему-то. Включаем питание и включаем наш компьютер. Все завелось отлично. Можно заменить, что у нас загрузилась Windows 10, которая была до этого здесь уже предустановлена. И есть одна проблемка. Дело в том, что монитор у нас очень старый. Яркости там вроде 250 кд. Это очень мало. Поэтому при дневном цвете практически ничего не видно. Думаю, для того, чтобы дисплей был ярким при дневной погоде, нужна яркость минимум 400 кд. А это в основном дорогие мониторы. Изначально я хотел взять свой основной компьютер, но он гораздо больше, тяжелее. Монитор тоже очень большой. Его бы пришлось еще разбирать. Ну и чтобы с этим не мучиться, я взял второй компьютер. Я подготовился заранее и отключил в образе Windows 11 проверку TPM 2.0 и Secure Boot. Зачем? Ну, за тем, что мы замучились сейчас на этот компьютер устанавливать Windows 11 на природе. Потому что появлялись бы ошибки, и это растянулось бы на большое количество времени. Сейчас зайдем в Boot меню. Выбираем нашу флешку, которую видно на экране. Это максимальная яркость дисплея. Все, устанавливаем Windows 11. Выбираем Install Now. Я думаю, что вам не видно, скорее всего, на что он происходит. Но нет, чуть-чуть видно. Ничего страшного, самая главная задача нам установить Windows. Так, выбираем Windows 11 Pro. Какой воздух, да, чувствуете? Совершенно другие эмоции от установки Windows 11. Так, нам нужно форматировать наш тестовый SSD. Все, обновляем. Вот наш тестовый SSD. Все, Windows 11 у нас остановилось. Выбираем ее из списка. Сейчас пойдет настройка. Все, мы попали на рабочий стол. Выбираем язык, вводим название учетной записи. Как вы можете заметить, я еще отключил проверку интернета с помощью Rufus. Если бы я этого не сделал, без интернета мы бы не смогли попасть на рабочий стол. Принимаем соглашение. Так, тут все, Windows 11 установилось. Все работает. Но сейчас попробуем поиграть. Но есть одна проблема. Вот именно здесь, именно в этой точке, ни один из трех операторов не ловит интернет. Причем, если отъехать на дорогу, это буквально отсюда, наверное, метров 100, там исправно ловит. Здесь нет. Что я хотел сделать? Я хотел подключить сюда точку доступа с помощью смартфона. Это можно сделать как с Android, так и с iPhone. У меня, кстати, есть даже отдельное видео на канале на эту тему. Если интересно, то ссылочка будет в описании. Ничего сложного в этом нет. И с помощью интернета можно было бы спокойно зайти на сервер CSGO, например. Да, возможно, там был бы большой пинг, но мы бы смогли там играть. Но, к сожалению, здесь невозможно это сделать. Поэтому я и на этот счет подстраховался. И скачал оффлайн-версию Half-Life. Почему именно ее? Да потому что ее было проще всего скачать. Она немного весит. Перед выездом это заняло буквально там считанные минуты. То можно ее оффлайн нормально запустить. Не нужно никуда подключаться. Ну, как-то так. Для тех, кто считает, что это Photoshop, вот вам видео с разных ракурсов. Согласитесь, необычно видит человека, играющего в Half-Life на улице за обычным настольным компьютером, куда еще подключены динамики. Но сейчас вы можете видеть, как это все выглядит. Что касается ощущений. Все-таки сидеть за компьютером на улице на свежем воздухе гораздо приятнее, чем в квартире. Также дует ветерок, поэтому вы там не потеете, ничего у вас там не прилипает. В общем, комфорта гораздо больше. Единственная опасность, которая может вас поджидать, это внезапный дождь. Который просто моментально сможет убить вашу материнскую плату. Что касается электростанции, как вы можете заметить, у нас высадило всего 4%, где-то за 20 минут. При этом потребление где-то 100 Вт. Ну, понятно, что если вы подключите сюда более мощный ПК, он будет кушать гораздо больше. Аккумулятор высаживается не очень быстро. Вы сможете играть на природе, ну, с помощью данной электростанции. Просто часами. Далее я сворачиваюсь. Все, покой обратно в автомобиль. Делаю шашлычок. На следующий день я возвращаюсь домой. То есть, наматываю еще 250 километров. Выгружаю все на стол, пытаюсь включить компьютер, а он не работает. Вы спросите, а что же могло произойти? А вот бы знать, что произошло. Дождя не было, то есть, его не заливало. Просто что-то пошло не так. Что же с ним произошло на самом деле, вы узнаете во втором видео. Я его выложу сюда же, на основной канал. Видео я уже отснял, поэтому выйдет буквально сразу после этого видео. Это будет, кстати, очень интересно, потому что я ни разу в жизни с таким даже не сталкивался. Не знал, что такое возможно. Но, такое бывает. Ну вот, как-то так это было видео «Установка Windows 11 на природе». Если видео понравилось, обязательно поставьте лайк. Напишите в комментариях, пользуетесь ли вы когда-нибудь компьютерами на улице. Вот как я в данном видео. Не забудьте подписаться на канал. Всего доброго. Пока.